Соснователь и управляющий партнер группы компании «Технократия» Булат Айнурович Ганиев расскажет о качествах, которые должен выработать себе человек, чтобы оставаться актуальным в современном мире. Во всяком случае, так сказано в моем анонсе. Вам слово. Спасибо. Во-первых, хотел сказать, что мне очень приятно здесь выступать. Спасибо, что меня позвали в Альмаматор. У меня нет каких-то, мне кажется, формального, морального права выступать на какой-то научной конференции. Я не являюсь кандидатом каких-то либо наук. Но за последние пять лет мы построили одну из самых быстрорастущих IT-компаний Татарстана. Быстро, я помню, только «Казань Экспресс» рос в последние несколько лет. И сейчас «Технократия» является IT-компания с несколько… у нас есть несколько основных направлений. Это разработка технологических цифровых сервисов для крупнейших компаний России, среди наших клиентов, например. Мы сейчас формируем венчурный фонд, мы поддерживаем стартапы, мы инвесторы. То есть таким образом нам интересно развивать технологический инвестиционный ландшафт Татарстана, в целом работая на внедрение каких-то крутых технологий и появление нового поколения предпринимателей. Но сегодня, когда меня пригласили, я думал о том, о чем же я хочу рассказать… о чем бы я хотел бы рассказать себе, если бы я мог переместиться в студенчество и слушать себя сам сейчас. И я выбрал тему с названием «Сложный человек». «Сложный» имеется в виду не как вот «difficult» в английском, да, а как «complex», то есть скорее как разносторонний, наверное, как человек, способный воспитывать и взращивать себе большое количество грани восприятия реальности. Мы живем в таком мире, когда, с одной стороны, человек создает технологию, с другой стороны, технология создает человек. То есть мы что-то делаем, это влияет на нас, это биологически нас меняет, меняет наши паттерны поведения. И то, как мы изменились, влияет на то, что мы дальше создаем. То есть это такой же необратимый процесс. Человек такой Deus Ex, машина, да, как предсказывали греки. Вот. И мы на самом деле приближаемся к тому, что, допустим, Юрий Миллер назвал феноменом общественного мозга, о том, что на самом деле с появлением информационных технологий, с появлением механизмов хранения информации, мы становимся таким децентрализованным мозгом. То есть, кстати, авторские картинки, я их накидывал быстренько перед лекцией, накидывал дизайнерам. То есть наш мозг, он как, с одной стороны, состоит из людей, которые объединены в некой коммуникации, с другой стороны, он состоит из компьютеров, которые объединены в некой коммуникации, при этом люди объединены с компьютерами. И таким образом мы на самом деле можем часть функций, которые раньше мы должны были хранить в себе, мы можем как бы их делегировать неким технологическим решением. Например, помните, раньше нужно было запоминать номера телефонов. То есть мы помнили адреса, мы помнили телефоны, сколько сейчас телефонов вы помните. То есть функции памяти, она становится менее востребована, потому что в любой момент мы можем зайти в Google, найти в Википедию, найти нужный для нас факт и, в принципе, им воспользоваться. Таким образом, можно сказать, происходит, с одной стороны, усиление общей системы, потому что человек, окруженный такими мощными информационными системами, как Google, Википедия, там, YouTube и остальные вычислительные, он становится супермощным, да, то есть у нас появляются суперспособности цифровые. С другой стороны, отдельно каждый человек становится как будто немножко слабее, потому что он, возможно, элементарно объем его памяти сокращается, да. Ну, как такой тривиальный пример. Дальше мы поговорим о более интересных следствиях. И на самом деле у меня есть ощущение, что надо действовать в этом плане на контртренде, да. То есть технологии как будто пытаются сделать нас проще, потому что сама система хочет превалировать над человеком, да. Как же нужно действовать человеку. Дальше я хочу разобрать несколько интересных трендов и порассуждать на то, как мы могли бы на них реагировать, чтобы остаться актуальным. Для меня сложный человек, я даже сначала хотел дать пояснение, что это прежде всего актуальный человек для экономики будущего. То есть мне хотелось передать какой-то утилитарный смысл этой лекции, который был бы вам полезен. То есть какой человек вообще будет актуален для экономики. То есть почему вам вот вы выпустите из университета, вы отработаете, и как остаться нужным в этой цифровой экономике. И один такой тренд, он довольно понятно, наверное, все технологизируемое будет технологизировано, да. То есть в принципе это закон, который в принципе очень простой и понятный. Он впервые, по-моему, я о нем прочитал в книжке «Выживают только параноики». Это очень известная книга Энди Гроува, одного из классиков «Кремниевой долины» и CEO компании Intel в свое время, который провел их через очень тяжелый период в переосмыслении себя как компании. И реакция на самом деле человек оцифруется в последнюю очередь. И надо это понимать, потому что с одной стороны, Миша вот до меня рассказывал про то, что как работает искусственный интеллект. Он на самом деле решает определенные примитивные задачи. Почему человек будет оцифрован в последнюю очередь? Ну, во-первых, Россия, я все-таки считаю, это, например, западный мир. Мы все-таки живем в некой инерции христианской этики. То есть для нас понятие ценности человеческой жизни, понятие личности. И это такие немножко сакральные понятия, даже если мы живем не в религиозную эпоху. И поэтому будет большое количество этических барьеров общества, чтобы подступиться к человеку. На самом деле те страны, которые не обладают вот этим предохранителем, они сейчас показывают более существенный прогресс, например, Китай. Да, даже какие-то жуткие вещи, которые происходят там с уйгурами и прочее, то, что показывает, что, допустим, в некоторых культурах может проще относиться к нарушению прав человека и к другим вопросам, поэтому технологии там развиваются быстрее. Например, вопросы клонирования. Да, помните, как на них отреагировало общество? Клонировать человека – это же что? Придется всем переобъяснять вообще обустройство мира духовное. И поэтому к этим технологиям такое отношение, в общем, их убирают под полку и не трогают, потому что пока они не понимают, как с ними вообще жить в современном мире. Поэтому человек будет вообще технологизирован и автоматизирован в последнюю очередь. Здесь я очень люблю эту дискуссию с моими друзьями, которые имеют гуманитарное образование. Я на самом деле считаю, что будущее – это будущее гуманитариев на самом деле. Потому что то, чем занимаются программисты, мы сами с ними роем яму в каком-то смысле. Мы занимаемся математическими формальными системами, а формальные системы – это то технологизируемое, что будет технологизировано на самом деле. Буквально позавчера я вот на Медузе, мне прилетело пуш-уведомление, у Google есть подразделение DeepMind, и, по-моему, они написали программу, которая называется AlphaMind или AlphaGo, я точно не помню. И они делали такие слепые тесты, когда программисты и их алгоритм выполнял определенные задания по программированию. В итоге в слепом тесте их алгоритм показал средний результат. То есть он показал результат лучше, не средний, а медианный результат. То есть в принципе этот алгоритм был бы приемлем как результат работы человека. А программирование – это все-таки довольно творческая вещь, которая сложно автоматизируется. То есть это показывает то, что на самом деле цифровые профессии, куда сейчас многие рвутся, а может, оно и не стоит туда рваться, да, то есть непонятно, что с ними будет. Возможно, они в первую очередь отцифруются и станут жертвой, собственно, уже прогресса в этом плане. Второй большой тренд – надо понимать, что будущее, в котором вы будете жить – это экономика технологических платформ. Вы знаете понятие FUNK, наверное, да? То есть это такая аббревиатура – Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Это пять компаний, на которые приходится больше 80% трафика Америки. Ну, Америка репрезентативна, потому что самый большой рынок, в принципе. Чтобы вы понимали, например, почему, говоря про технологии, можно говорить только про Америку, да? 100% рынка IT мирового, 60% – это Америка, то есть это капитализация американских компаний. 30% – это капитализация китайских компаний, уже 90%. И вот оставшиеся 10% – из них 4% – это Россия и Европа вместе взятые. То есть, поэтому, в принципе, репрезентативно рассматривать либо Америку с точки зрения западного мира. Так вот, к чему ведет прогресс внутри этих технологических компаний? Наиболее показательна, наверное, история компании Amazon, Jeff и Безоса, да? То есть Amazon начинался как интернет-магазин, они продавали книги, потом они начали продавать другие товары, они стали маркетплейсом, они начали создавать различные сервисы для своего маркетплейса, потом они создали платформу серверную. И вот неожиданно этот бизнес, на который они даже не ставили, это Amazon Web Services, теперь, по-моему, 60% выручки Амазона, то есть вот эта компания – это платформа. Платформа для запуска новых цифровых продуктов. И она развивается таким образом, что, скорее всего, через какой-нибудь 10 лет вы абсолютно, не обладая навыками программирования, сможете запускать на этой платформе какие-то цифровые решения. То есть peer-to-peer экономика, если вы слышали про этот термин, то экономика человека для человека. То есть большая платформа пытается вытеснить из коммуникации на самом деле среднее предпринимательство. Людям не нужны бизнесмены, чтобы взаимодействовать, чтобы оказывать услуги. То есть технологическая платформа может дать вам клиентов, то, что уже делают Facebook и Google, как две самые большие рекламные площадки, и может дать вам, собственно, технологии. То есть площадки дают вам инструментарий, чтобы вы сами могли создавать и оказывать услуги другим людям, при этом взаимодействуя непосредственно человек к человеку. В качестве реакции нужно вообще понимать правила, что такое peer-to-peer экономика. И мне кажется, как одно из интересных следствий – это учиться строить карьеру как продукт. То есть надо понимать, что в будущем человек – это и есть вы, и есть свой бизнес. И как бы учиться вот некоторые вот эти парадигмы осмысления бизнеса перекладывать на собственную карьеру. То есть вы, в принципе, человек-компания, как Иван Талчик-Розенштерн, «Человек и пароход». Вот вы, собственно, человек и компания в этом будущем, где технологические платформы попытаются вытеснить всех остальных конкурентов и остаться напрямую с клиентом. Еще один интересный тренд, который, мне кажется, довольно важный – это развитие децентрализованных технологий и вообще демократизации механизмов капитализации ценностей. Уф, кучу каких-то сложных слов написал, не знаю. Мне кажется, надо было все это, конечно, упрощать. В качестве реакции учиться думать в парадигме капитализации своего таланта, а не монетизации времени. Давайте разберемся, что такое децентрализация, децентрализованные технологии. На самом деле здесь можно сказать про криптовалюты, про блокчейн, про прочие. То есть криптовалюты как одно из, наверное, просто следствий развития децентрализованных технологий. Как бы что было раньше, да? То есть нужны были мощные дата-центры, на которых обрабатывают вся информация. До сих пор интернет так живет. Есть огромные дата-центры. И ваши смартфоны, и ваши ноутбуки связаны по принципу клиент-сервер. То есть вся информация обрабатывается, хранится где-то в дата-центрах. И вы просто к ней обращаетесь через свои смартфоны. Децентрализованные модели — это переход к модели, где на самом деле вычисления могут производиться на каждом девайсе фактически автономно. И миру как будто больше не нужны вот эти узлы информации, связи. А вся техника может быть связана между собой как в качестве мэш-сети, например, как один из типов взаимодействия. На самом деле к чему это ведет? Вот. Если уходить от технологии и вот к тезису, вернуться к тезису, который я говорил до этого о том, что нужно учиться воспринимать свою карьеру как продукт. Мне очень нравятся современные эксперименты, которые выходят, допустим, с NFT, NFT-токенами альбомов, да, или художников. То есть те, кто могут создать картину, выпустить, грубо говоря, цифровые акции. И сейчас, например, есть братья Либерман, которые интересно очень идею высказывают о том, что, а зачем человеку вообще компания? Ну, то есть зачем вот как сущность юридическое лицо? Там ООО, например. Или там, зачем мне нужно создавать там LLC, там, и развивать компанию, выходить потом на NASDAQ, выходить на, ну, листицы, проходить вот такой стандартный цикл американского единорога, например, да? Почему я не могу просто выпустить свои акции? Вот я не могу сказать. Вот я, Булат Ганиев, и давайте вот я сейчас выпущу тысячу акций, и каждому держателю я обещаю в течение 10 лет от любого моего заработка доход. Ну, то есть вот все, что я заработаю, я разделю с вами. Мне не нужна компания в каком-то смысле. Это, и это примерно невозможно с точки зрения, на самом деле, юридической структуры, да, то есть с учетом того, как тяжело принимается идея криптовалют, идея то, что можно человека как сущность вот разбить на количество токенов и акций, мне кажется, еще более сложное для восприятия консервативным государством. Но надо понимать, что это происходит прямо сейчас. Все, что вы увидите с NFT-токенами, с музыкантами, с художниками, то есть это, на самом деле, креативная индустрия, которая уже вовсю... Технология создает практику, технология создает новый паттерн. Этот паттерн уже становится как бы привычной практикой. И, скорее всего, как бы вся правовая система будет работать так, что она будет всегда догонять технологии и просто будет задним числом описывать то, что уже стало нормой. Поэтому, мне кажется, понимать то, как децентрализованные технологии прямо сейчас меняют экономику, очень важно для того, чтобы понимать, в каком мире вы окажетесь, например, через 10 лет и какие преимущества вы сможете эксплуатировать. Еще один важный тренд. Мне кажется, что в мире социальных сетей внимание — это актив. Почему это очень важно? Вчера, кстати, как раз написал в Facebook пост, и у нас возникла интересная дискуссия. Ну, как бы в плане шутки я просто высказал мнение, а что если TikTok — это месть Китая за опиумные войны Западу? Знаете, ну, потом в каком-то смысле это похоже, да, то, что просто все подсаживаются на определенные алгоритмы, убивают свое время, при этом, когда выходят из этого. На самом деле, в сущности, аргументы про то, что TikTok образовательный, он очень слабый. Ну, ничего сложного вы за минуту не узнаете, да, то есть от того, что вы просмотрите кучу часов видео коротких на самом деле сложнее, вы в этом плане не становитесь умнее тоже. И есть интересная такая теория экономистов, что мы живем в то время, в котором досуг максимально связан с производством. То есть вот раньше как был человек, например, производил автомобиль на заводе Ford на конвейере, он шел отдыхать домой, он отдыхал. Он ничего не производил, он проводил время с семьей. Теперь, когда мы отдыхаем, мы производим контент тоже. То есть вы же понимаете, вы отдыхаете, вы выкладываете stories, вы выкладываете посты, вы работаете на экономику Big Tech, вы работаете на экономику тех пяти компаний, которые мы до этого указали. То есть ваш отдых связан с производством контента, хотя вы сами не считаете это производством, но на самом деле в большой экономике ровно это и происходит. Я считаю, что очень важно в этом мире уметь как бы останавливаться, да, и понимать, управлять своим вниманием, потому что внимание это актив, ваше внимание перепродается другим, оно перепродается через таргетинг другим компаниям, оно перепродается в качестве лид-шеринга большими компаниями. И я нарисовал такую картинку, где вот с одной стороны человек, который сидит в соцсетях, у него такая маленькая база данных в голове, а справа человек, который читает книги хотя бы 30 минут в день, у него большая база данных. Поэтому на самом деле это суперконсервативный совет, мне кажется, надо учить себя не поддаваться вот этому тренду иногда, то, что информация упаковывается слишком легко, и специально заставлять себя чуть более сложные вещи перелопачивать. Ну не науку логики Гегеля, но хотя бы более-менее сложную литературу художественную, время-то время читать, потому что вы попадете в мир, а пир-ту-пир экономика, экономика для людей. С одной стороны, большие технологии для вас создают больше возможностей, с другой стороны, я наблюдаю тот факт, что будущее все больше похоже на профессиональный спорт. То есть чем дальше вы идете, тем вы в более конкурентную среду начинаете попадать. И вот чтобы в этой среде быть конкурентным, вам нужно обладать сложным интеллектуальным аппаратом. Вы не можете обладать сложным интеллектуальным аппаратом, если ваше внимание постоянно сфокусировано очень легкодоступной информацией. То есть с этой информацией ничего не сделать. Вы не сможете занимать топ-менеджерскую позицию, пройдя курсы MBA в TikTok. То есть так не работает. То есть вам надо учиться тренировать свой мозг, как минимум работать с огромным количеством данных, с тем, что какое-то системное мышление работает, критическое мышление. Вот я написал это «различать манипуляции». То есть современный мир — это мир вот этих информационных свопов. Здесь, по-моему, как раз ребята из журфака, да? Журфак так еще модно называть? Нет, я не знаю. Когда я учился, говорили так. Вот. Вы все помните историю с Cambridge Analytica, да? Мне кажется, вы ее бесконечно разбирали, потому что это очень интересный кейс, как с помощью социальных сетей для людей создавали таких узкие группки, понимали, какой вот месседж будет наиболее эффективен для них. И в итоге для вот этих небольших свопов, для тысяч свопов американцев создали какую-то альтернативную реальность, в которой убедили их что-то делать. И вот это вообще, да, почему на этот кейс так отреагировали все, да? Причем отреагировали не просто там политики, а вообще интеллектуалы. Потому что это вообще поставило такой немножко естественно научный вопрос и философский вопрос о наличии свободы воли. А есть ли свобода воли, если с помощью грамотного таргетинга можно заставить человека делать что угодно? Ну, в общем, пусть в этом вопросе разбираются пока биологи и философы, да, у нас не так много времени, но однозначно, что если вы сможете формировать собственные мнения относительно каких-то сложных вопросов, это сделает вас намного более конкурентным в том будущем, в котором вы будете бороться за какие-то топовые места в компаниях и хорошую зарплату, например. Миша рассказывал про искусственный интеллект. На самом деле, мне кажется, я в этом плане технопозитивист, несмотря на то, что я в какой-то степени выступаю сейчас с контрпозицией. Мне кажется, что очень интересно учиться воспринимать себя как гибридную личность. То есть у нас развивают алгоритмы искусственного интеллекта, и технологии, они ведь действительно сами по себе, наверное, не являются какими-то плохими. То есть вопрос того, как мы их используем, как мы их эксплуатируем. И мне кажется, очень круто понимать себя как такого супергероя. Представьте, что у вас есть Google, в котором мы постоянно просто настолько к этому привыкли, где вы вбиваете любые вопросы и получаете ответ. Если бы вы обладали такой способностью, например, в каком-нибудь 19 или 17 веке, вы бы просто были божеством. То есть на самом деле человеком из вселенной Marvel, который обладает абсолютно какой-то любой информацией, способен получать ответы на любые вопросы. И мне кажется, очень круто учиться воспринимать себя, что вы как гибридные личности живете. То есть есть ваша личность биологическая, есть ваши цифровые аватары и набор различных цифровых сервисов, с помощью которых вы можете усилять свои сильные стороны. И таким образом, мне кажется, очень важный тезис вообще автоматизировать автоматизируемое и развивать неавтоматизируемое. То, что отсылает к первому тезису, например, то, что связано с людьми, какой-нибудь психологией, то, что связано с какими-то гуманитарными вещами, которым пока сложно подступить с точки зрения математики. Кстати, вот как раз в дискуссии про теалему Гёделя, которая была у Миши, она показывает то, что надо, с одной стороны, учиться усилять себя в технологическом сегменте, где технологии являются катализатором вашей суперспособности, но развивать те вещи, в которых технологии ими не являются. И такой, наверное, последний тренд — это ECG. То есть об этом сейчас много говорят, но мне кажется, это абсолютно такая левацкая повестка, которая стала нашей реальностью. Новые коммунисты — это зеленые. Но так или иначе, в общем, нам приходится жить в том мире, где все сейчас говорят о ECG — это Environmental, Social and Corporate Governance. То есть это, в принципе, мир, который построен на экологическом, социальном и корпоративном управлении по определенным принципам. Типа внимания к экологии, внимания к правам и состоянию отдельного человека, и некое умное управление, которое учитывает, в общем, все эти интересы. В качестве реакции я написал, что вообще строить деятельность с оглядкой на новую этическую парадигму, то есть выбирать компании, куда вы идете работать. Например, строить карьеру в компании, которая, возможно, как бы не… Как сказать, в какой-то нефтяной компании, которая не пытается особенно себя переделать, но может быть немножко неоправданно. Вот вы положите на это жизнь, а вот ECG-парадигма говорит, что такие компании на самом деле будут просто… Их акции будут дешевее, 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 а потом непонятно, что с ними в целом произойдет. Поэтому компании, которые сразу выбирают некий ECG-фокус, я думаю, что это не просто какой-то модный, а такой сиюминутный тренд. На самом деле, как раз-таки очень мощное, такое корпоративное явление, которое сформировалось просто вот в этом, в этой аббревиатуре, но которое будет усиляться и укрепляться. Возможно, вы будете запускать свои компании. Мне казалось, что это очень важно, то, что прямо сейчас влияет на корпоративный сегмент. И я, мне кажется, я хотел как можно проще проговорить про лекцию, которая называется «Сложный человек», чтобы немножко, наверное, разбавить количество терминов. Я хотел вспомнить о Ричарде Фейнмане. Он является для меня таким примером, вдохновляющим всегда этот… Кто не знает, это физик, который работал на Манхэттенском проекте, Нобелевский лауреат, один из создателей атомной бомбы вместе с Эппенгеймером. И вот у Фейнман, он на самом деле был мастер объяснять сложные вещи просто. То есть к нему принадлежит ряд фраз, например, о том, что в физике самые большие открытия происходят в эпоху больших обобщений. То есть нам, с одной стороны, кажется, что наука как бы усложняется, постоянно появляются какие-то новые теории. На самом деле это не так. Когда наука усложняется, 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 а потом появляется какое-то великое обобщение, одна теория, которая проще объясняет большее количество явлений. То есть на самом деле мир в этом плане скорее становится более лаконичным. И поэтому, когда я говорю о сложном человеке, то есть я хочу донести мысль, что мы должны стремиться к сложности, но по факту, чтобы приходить к определенной лаконичности восприятия мира в этом плане. И Фейнман в этом плане, допустим, был мастером объяснять очень сложные вещи детям. Допустим, он умел объяснять сложные физические теории, не используя физические термины. И он как бы детям объяснял эти вещи. Он из авторов курса теоретической физики в MIT, который до сих пор использует студенты всего мира. Вообще просто потрясающий человек. На самом деле есть книжка. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Мне кажется, одна из самых интересных биографий, которые я когда-либо читал. А у меня на этом все. Спасибо. Могу сказать только одно. Это одна из самых интересных лекций, которые я слышал. Потому что мы действительно много говорим. Вот хороший, наверное, в завершении был пример. Раскладываем, раскладываем по полочкам. Пытаемся, пытаемся большим, большим, большим владеть. А вот выходить на какие-то обобщения, боимся иногда, смущаемся. А может, не хватает для этого еще неких компетенций. Вот здесь вы попытались, мне кажется, очень красиво, емко и доходчиво произвести те самые обобщения, которые связаны в том числе и с карьерой. В том числе и с карьерой. Я даже этот термин себе записал. Карьера как продукт. Полезно всем, мне кажется, не только тем, кто будет смотреть нас на телеэкране, в соцсетях, кто здесь в зале. Вообще всем, кто так или иначе будет задумываться над своим завтрашним днем. И над сегодняшним тоже. Какие вопросы, уважаемые друзья? Пользуйтесь моментом, потому что я сам говорю вам, что в этом зале редко звучат столь доходчиво и понятно, столь сложные и важнейшие темы. Я позволю, раз шумидаю. Мне вот интересный тезис показался про то, что сейчас в цифровизацию идут и так далее, но есть мысль, что скоро у самих у себя работа закончится, как вы сказали, поэтому с одной стороны можно развиваться в гуманитарных науках. Как скоро и почему? Ну я бы не хотел тут спекулировать прогнозами. Так много людей сейчас это делают, особенно на почве технологий. Мне кажется, в принципе же вы тоже ощущаете это, что нужно становиться все более креативным, чтобы просто не терять работу. И я когда сказал вначале про то, почему человек будет автоматизирован в последнюю очередь, это не потому, что это, возможно, еще и сложно. То есть, возможно, в некоторых вещах уже просто, но я думаю, что есть какие-то этические барьеры тому, что, например, много же было экспериментов с судьями, которые на самом деле судят людей там лучше, чем живые судьи. Но как в современном правовой системе, вот если искусственный интеллект, допустим, совершает ошибку, вот кого винить, да, это вот проблема автомобильных концернов с автопилотом, да, когда машина на автопилоте сбивает человека, кто виноват? Ну, то есть кто, как бы не водитель, там не автоконцерн вроде как, то есть у него в принципе есть пороговые значения, да, но возникают какие-то ситуации, и ничего адекватного как будто не происходит. Они как-то замалчиваются, убираются, я не знаю, как они там решаются, в общем, как-то, видимо, просто там, как в фильме «Диктатор Коэна», да, вот как-то, но существенно мы не готовы обсуждать пока такие вопросы. И вот как бы в таких вопросах, например, сейчас появляется интересная профессия, допустим, специалисты по этике искусственного интеллекта. Ну, то есть это как бы профессия, да, то есть как бы арбитры, то есть медиаторы в тех вопросах, где там, допустим, он работает, но допускает какие-то, в каких-то этих крайних случаях, допустим, человеку нужно вмешиваться и смотреть, что происходит. Это скорее просто про то, что мы действительно живем в будущем, где, я думаю, будет с одной стороны проще, с другой стороны, чтобы в расслаивающемся таком мире, да, там, где неравенство как бы только увеличивается, где, чтобы попасть вот как бы на сладкое место, нужно было какими-то супер качествами. Я хочу сказать, что технологическое окружение на самом деле вас к этому не ведет само собой. То есть надо играть в контртренд всему, что происходит, чтобы как бы попытаться, наверное, стать частью каких-то элит того будущего мира, в котором вы окажетесь. Спасибо. Еще вопросы? Вообще, очевидно, что, и он такой тоже гуманитарный вопрос, социально-гуманитарный уже скорее. Все, о чем сейчас много говорится, есть, ну, я не знаю, начиная от того, что Харари там пишет, и вот те люди, которые так или иначе, подобную позицию, вполне обоснованно, в общем, проглашают, что вот в результате всех процессов цифровизации, скажем так, да, появится огромная армия, в общем-то, ненужных людей. Да, новые профессии, в связи с этим вопрос, почему я созрел, вы упомянули, да, появляются новые профессии, появляются очень нужные, сложные, системные задачи, которые надо кому-то решать, и большое количество нужно таких решателей, специалистов, профессионалов, но все-таки количество их, вот этих востребованных новых, скажем, и новых людей, новых людей, новых профессий, он все-таки значительно меньше, чем то, которое, кажется, неудел. Которое высвобождается через технологические процессы. Как вот вы смотрите на эти сегодня позиции, они очень серьезно обосновываются, да, ну, что, в общем, возникает дрожь какая-то такая в коленях по поводу того, речь идет о миллиардах. Мне вот кажется, что здесь кризис, ну, вот, меня, наверное, больше волнует, скорее, экзистенциальный аспект вот этой проблемы, нежели чем экономический, потому что, я думаю, экономически нас уже психологически готовят к некому такому просвещенному социализму, да, то есть повышаются налоги для богатых, да, перераспределяются для бедных, эксперименты с базовым доходом, даже в нашей стране говорят про четырехдневную рабочую неделю. Это не говорит просто так, потому что людям не надо больше работать 8 часов, особенно в креативных профессиях. Вы же знаете, это интересно когнитивные искажения. Откуда 8 часов пошло рабочего дня? Это конвейер Форда, да, то есть вот Форд автоматизировал свой, он говорит, вот, если люди будут столько-то часов бить гайку, чем больше часов и более, как бы, как сказать, спланированно они бьют эту гайку, тем эта гайка лучше получается. Но эта идея линейной зависимости приложенного времени к производительности в креативных профессиях так не работает. Вы же как журналист, наверное, понимаете, вы иногда можете сидеть курить там полдня, а потом за 20 минут написать что-то прекрасное. Иногда весь день вы можете писать, но что-то, то, что вам самому, например, не нравится. То есть креативные профессии, они имеют нелинейную зависимость производительности, поэтому вообще вредно перекладывать эти старые нормативы условно там Форда Тейлора к тому, как работать в современную экономику. Но мы не можем от этого никуда деться. Я думаю, проблема, как бы, мы не останемся без хлеба, вот, отвечая на ваш вопрос, там, без воды, да, без крова. Скорее всего, экономика как-нибудь обеспечит каждого человека минимально, и в целом качество жизни людей будет расти. С другой стороны, мне реально страшно жить в мире, где миллиарды людей, которые, скорее всего, не обрели аппарат тренировки воли. Ну, как бы, они не способны заставлять себя развиваться, да, то есть не способны становиться сложнее, как бы у них нет каких-то осознанных увлечений, чем будут заниматься миллиарды людей в этом мире. Мне кажется, вот этот проблем намного сложнее решить. Нетфликс не сможет создавать так много сериалов, а игровые компании так много игр, чтобы занимать их на весь день. И это, на самом деле, я думаю, что вот это один из самых интересных таких социальных конфликтов, которые нас ждет. Это вот первый, а второй, я думаю, это что делать со старейшим населением. Это второй интересный конфликт. Да. Потому что, с одной стороны, вот два таких конфликта. Возможно, на стыке вот этих конфликтов, кстати, я уверен, есть какие-то многомиллиардные компании, которых еще не создали, например. Но я пока не придумываю, как на этом заработать. Спасибо. Если нет вопросов, то огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.